Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твоей, на ней помилуйны. Аминь! Христе, свете истины, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир, дознамец, а на свет лица Твоего. Да мне, музей, свет неприступный, исправи стопы наши к деланию заповедей Твоих, молитвами причистяя Своей Матери и всех святых Твоих. Аминь! Кроме моей, будем победительную, Якови, избавшись от злых, Благодарственная воскресуем Ти, раби Твоей Богородице, Но Якови, бывшая, державу непобедимую, От всяких нас безвободи да заберем Ти, Радуйся, небеса, не небесная. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени и Пресны и во веки веков. Аминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови! Господи, Бог наш, молитвами причистяя Своей Матери и всех святых, Помилуй и спасет нас, как облак и человеколюбиец. Аминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Из беседы святителя Иоанна Затаустова. Блаженны нищие духом! Смотри, как Христос далек был от честолюбия и гордости. Он не водил народ за собой, Но когда нужно было врачевать, Сам ходил всюду, посещая города и веси. А когда собралось великое множество, Садиться на одном месте, Не в городе, не среди площади, Но на горе или в пустыне, Научая тем нас ничего не делать на показ, Удаляться от шума, Особенно, когда нужно любомудрствовать И рассуждать о важных предметах. Когда взошел он и сел, Приступили ученики. Видишь ли, как они успевают в добродетели, И как скоро сделались лучшими. Народ смотрел на чудеса, А ученики хотели уже слышать Что-нибудь высокое и великое. Это и побудило Христа Предложить учение и начать проповедь. Он не только исцелял тела, Но врачевал и души, И опять от попечения душах Переходил к попечению телах, Разнообразя пользу И соединяя с учением Словесным явления знамений. Итак, с чего Христос начинает, И какие полагает для нас Основания новой жизни. Послушаем внимательно слова его. Говорено было и ученикам, А написано для всех, Которые будут после них. Потому-то и Христос, Хотя обращается с проповедью к ученикам, Но не к ним одним Относит слова свои, А говорит о всех блаженствах Неопределенно. Не сказал блаженный вы, Если будете нищими, Но блаженны нищие. Евангелие от Матфея 5 глава. Что значит нищие духом? Смиренное и сокрушенное сердцем. Духом он назвал душу И расположение человека. Так как есть много смиренных, Но не по своему расположению, А по необходимости обстоятельств, То он, умолчав о таких, Потому что в том Невелика слава, Называет прежде всего блаженными тех, Которые по своей воле смиряют себя и уничижают. Почему же не сказал он смиренное, А сказал нищие? Потому что последнее выразительное первого. Нищими он называет здесь тех, Которые боятся и трепещут заповеди Божьих, Которые через пророка Исаию Бог называет угодными себе, Говоря, на кого я презрю? На смиренных и сокрушенных Духом И на трепещущих пред Словом Моим. Исаия, 66 глава. Дав ученикам приличное наставление, Господь снова подкрепляет их похвалами. Так как заповеди были высоки И труднее ветхозаветных, То чтобы ученики не поколебались, Не пришли в смятение И не сказали, Как мы можем их исполнить? Слушай, что сказал Господь, Вы – соль земли. Показывая этими словами, Что Он по необходимости Дает такие заповеди. По необходимости дает такие заповеди. Учение, которое вам поручается, Говорит Христос, Должно относиться не к одной только вашей жизни, Но и ко всей вселенной. Я посылаю вас не в два, Не в десять, Не в двадцать городов, Посылая не к одному народу, Как к некогда пророков, Но на сушу и море, Во всю вселенную, Притом преисполненную зла. Словами, Вы – есть соль земли, Христос показал, Что все человечество помрачилось И повредилось от грехов. Потому-то он и требует у учеников таких добродетелей, Которые были бы особенно необходимы и полезны К исправлению других. В самом деле, Кто кроток, тих, милостив и праведен, Тот не для себя только одного творит добрые дела, Но старается эти благие источники добра Излить и на пользу других. Так же и чистый сердцем, И миролюбивый и гонимый за истину Живет для блага общего. Итак, не думайте, говорит Христос, Что вам предстоят легкие подвиги. Не думайте, что слова мои Вы – есть соль земли, маловажны. Что же, неужели не в самом деле Исправили то, что уже испортилось? Нет, так как солью нельзя помочь тому, Что уже испортилось. Они этого и не делали, А солили уже прежде исправленное Им преданное, освобожденное от зловония, Содержа и сохраняя в том самом обновлении, Каком приняли от Господа. Освободить от зловония греховного Было делом Христа. Апостолы же должны были трудиться И заботиться о том, чтобы исправленное Опять не пришло в первое свое состояние. Замечаешь ли, как Христос Мало-помалу возвышает учеников Пред самими пророками. Он называет их учителями Не одной Палестины, Но целой вселенной. И не просто учителями, Но еще и учителями страшными. Аминь. Аминь. Аминь.